Ребята, всем привет! Сейчас ездим опять и решаем организационные моменты и по ходу того, где попадаю на свой объект, в той или иной части города, стараюсь вам снять как бы обзорчик такой. Сейчас я вам расскажу маленькую предысторию этого дома. Заканчивал я перед этим дом и позвонила хозяйка, в общем беда, так и так, вы бы не могли приехать и глянуть, так как начали кладку, вот и собственно ну просто караул было. Даже несмотря на то, что они в строительстве, что она, что ее муж не в зуб ногой, но тем не менее они уже поняли, что качество дальше, нужно все останавливать и делать стоп работы, потом перезвонила, попросила подъехать, посмотреть, ну а дальше уже там будем общаться как-то, если договоримся, договоримся, нет, нет. Собственно, что я подъехал, я глянул, у меня буквально пару фотографий осталось, я вам сейчас вот покажу их, чисто качество какое было. Я потом узнал, да, ребята начинали просто тренироваться, первый раз, первый раз делали керамику, ну и собственно получилось то, что получилось. Потом закладывали пенопласт, пятерку, пенопласт просто туда накидали, его воздушка была, сантиметров семь воздушка была, пенопласт просто туда накидали метровыми листами. Так, я сегодня просто без этого, без петличного микрофона, не знаю, ветер будет, не будет задувать, камера одна с собой была. В общем, ребят, чуть поближе буду, машины еще шоркаются. Короче, так, дальше, они просто накидали туда пенопласт, ну хорошо, выгнали, по-моему, ориентировочно метр, метр кладки и ракушка. Ракушка была, только буквально горизонтальный шов, раствор, вертикальные швы вообще они не намазывали, то сделали, ну вот так вот как-то, да, типа система паз-гребень, да, только с ракушкой. В общем, вертикальные швы были драны полностью. Ну, все это дело, они потом как-то забивали, перебивали, что-то там они договорились, ну, не знаю, я приехал, уже стенка была без щелей, без дырок, без ничего. Ну и на этом, собственно, они распрощались, мы договорились, я заканчиваю дом, и мы приступаем уже к этому дому. Дальше, следующий момент, кирпич, кирпич брали, самый дешевый, самую дешевую керамику, скажем так, на заводе, она идет уже, по-моему, там, то ли третий сорт, ну, ее больше уже берут, ну, не знаю, на черновую где-то кладку или на какие-то внутренние помещения, это, допустим, облицовка в гараже, где нету, в общем, в сухих помещениях, но никак не для наружных работ. Собственно, они взяли для наружной работы, да, для облицовки дома, вот. Вот, ну, весь кирпич был в трещинах, просто весь. Ну, мое дело, как всегда было, мое дело предупредить, я предупредил, делаем Вова, все, ничего страшного не будет. Наперед, конечно, на передние стены и на боковые просматриваемые выбирали более-менее, конечно, более-менее, где целый, где этот выбирали, где более-менее по геометрии, по цвету, более-менее одинаковых оттенков, ну, а на задней, там, конечно, там полный мрак, задняя стена, но до задней стены мы сейчас, наверное, и не доберемся, потому как... Лёха, погнали, это... Погнали, ближе. Поехали. Погнали, ближе сейчас мы подойдем, да. Такие демпиры. Сейчас, ребят, все, что достанем, все покажем. Лёха, начинай демонстрировать. Как бы не сказал, что трещина, то никто не должен. Вон, даже несколько таких этих попалось, попятнистых. Обратите внимание, даже есть вон одна полоса, буквально дождь начался, и поплыл один шовчик. Ну, собственно, вот так. Сейчас мы пройдемся покажем. Ну, не дуже видно, я тебе хочу сказать. Это не дуже у нас сонце свити засвечивает. Ходи, что так. Главное, чтобы тебя с кирпича никто не кинул. Как? Это все сюда песок привозят. А что ты говоришь, чтобы поганый? Хороший кирпич? Не, ну так уже да, так уже это, тут же выбирали, сюда выбирали более-менее. Более-менее, конечно. А так, конечно. Тут и геометрия гуляла, гуляла там, по-моему, до сантиметра. Тут мрак полный, короче, был. Ну и цветовую, тут, конечно, цвет выбрали приблизительно, цвет весь один в один. Сзади, там, конечно, ребята, сзади, там караул. Ну, забор, два с половиной метра забор. Ну, ты, штатив, мы на штативе, на штативе, на штативе, да, реально можно это. Никого нету дома, я бы зашел, бы вам поснимал поближе. Ну, вот так вот, как-то. Ну, там выбивали, там специально выбивали. То есть, вот такая вот петрушка. То есть, вот пошло. Вот как раз, сейчас вам покажу, покажу наглядный пример того, того. Вот, пошел дождь, как раз получилось, оно намокло, два ряда верхние. И закончили уже сверху, да, сразу соль не выгнал. На второй день выгнала соль. Вот она так и осталась. Ну, то есть, ее никто не отмывал. То есть, кирпич, сами видите, мозаика тут присутствует. Ну, вот, собственно, ребятки, вот по максимуму, где я вам могу показать крупным планом стенку. То есть, он весь потертый, кирпич. Ну, трещины, не знаю, видно, не видно будет. Но потертый. Весь потертый. То есть, с ним уже ничего не сделаешь. Он в пачках, он не был переложен ни бумагой, ничем. Все, ребятки, как видите, при желании можно сделать, при плохом кирпиче качество, да, при желании на общем пони можно сделать вполне приличный, красивый домик. Ну, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, качайте мини-курс, ставьте лайки, если понравился этот обзор. А я, как всегда, прощаюсь с вами ненадолго. Встречаемся в следующих роликах специально для вас. Канал Мастер Кладки. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok